Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидьте Иисуса в действии. Служение Расцвет пробуждения. Пробуждение с Хермесом Фалька-младшим. Добро пожаловать на программу «Расцвет пробуждения». Это я, ее ведущий, Хермес Фалька-младший. Сегодня мы начинаем очередную программу, рассказывающую о мощных чудесах Божьих в разных народах. У меня есть для вас послание, и затем мы посмотрим видеосюжеты о чудесах, которые ободрят вашу веру, и в конце я буду молиться о ваших нуждах, чтобы Господь коснулся вашей жизни. Вот о чем эта программа. Мы превозносим Иисуса Христа и видим, как Он касается жизни людей по всей Земле. Хочу поговорить о чем-то очень важном для христиан, для проповедников, для всех верующих по всему лицу Земли, для всех геноминаций, для всех абсолютно всех церквей. Это то, о чем мы должны начать проповедовать с новой силой. Я хочу говорить о кресте Иисуса Христа. Послание креста и кровь Иисуса. Вот о чем нужно проповедовать, потому что именно в этом сила Божия. А что есть сила Божия? Сила Божия проявляется и течет сегодня благодаря кресту. Без креста нет спасения, без креста нет прощения грехов. Без крови Иисуса человечество не может получить прощения. Человечество задолжало Богу, и никто не мог заплатить эту цену. Для этого потребовалось, чтобы Сын Божий пришел на Землю и пролил свою кровь как человек. Иисус умер как человек. Он был распят, был избит, был унижен, был изувечен, а голове его был терновый венец. Все произошло благодаря его любви. Он взял на себя наказание, которое полагалось тебе и мне. И поэтому мы сейчас можем приходить к Отцу Небесному. Знаете, на каком основании вы можете приходить к Отцу? Вы знаете, что делает вас достойными предстоять перед Отцом, перед престолом благодати? Не ваши добрые дела и не то, сколько раз вы были в церкви, или сколько вы жертвовали бедным. Все это важно, но не по этой причине вы можете предстоять перед Богом Отцом. Лишь кровь Иисуса Христа делает вас достойными предстать перед Богом Отцом. Если бы Иисус Христос не пролил свою кровь, мы все были бы потеряны. Самый помазанный проповедник, которого вы знаете, был бы в аду, без крови Иисуса. Вот насколько это все серьезно. Человечество погибало, и единственное, что могло их искупить, кровь Иисуса Христа, которая была пролита на кресте две тысячи лет тому назад. Сила воскресения Иисуса победила смерть, ад и могилу. Поверьте, дьявол ненавидит это послание. Всякий раз, когда мы проповедуем об этом, Господь запечатлевает это чудесами и знамениями, спасением и освобождением людей, благодаря силе Евангелия, благодаря Кресту. Я хочу прочитать вам из первого послания к Коринфянам, первой главы. Это первая глава, 18 стих, и это слова апостола Павла. Вот что он говорит нам о кресте Иисуса Христа. Ибо слово о кресте для погибающих, ее родство есть, а для нас спасаемых — сила Божия. Вот послушайте, что говорит нам Павел. Он знает точно, о чем говорит. Для погибающих, то есть для мира. Этот мир идет в погибель. Система этого мира обречена на погибель. Система мира, дух этого мира, обречен на разрушение. И для этих людей апостол Павел ясно говорит, что для погибающих слово о кресте — это глупость. Они говорят, как может то, что произошло 2000 лет тому назад, влиять на наш мир сегодня. Как может жертва или распятие иметь какую-то силу сегодня? Но для нас, спасаемых, это сила Божия. Это та самая сила Божия, которая способна искупить грешника и сделать его святым. Она может изменить того, кто идет по пути в ад и направить на путь, ведущий в небеса, и дать ему или ей дух живого Бога. Все это благодаря кресту Иисуса. Это та сила, которая может изменить блудницу, сделать ее благочестивой женщиной. Эта сила может сделать наркомана, мужем Божиим. Эта сила, которая может изменить вора и сделать его честным человеком. И все благодаря силе, крови Иисуса Христа. Он пришел, чтобы понести наказание за наш грех. Он пришел, чтобы заплатить за проклятие человечества, заплатить за все наши грехи. Библия говорит, что Иисус пришел, чтобы заплатить за грехи всего мира. И мы должны проповедовать и провозглашать о том, что произошло 2000 лет тому назад. Мы даем людям возможность получить все, что заслужил Иисус на кресте. Всякий мужчина, всякая женщина, всякий ребенок, всякий подросток, всякий пожилой человек. Абсолютно все имеют право и свободу на то, чтобы предстать перед Богом и сказать, «Господь, прими меня, благодаря тому, что совершил на кресте Иисус. Я принимаю Иисуса Христа в мое сердце. Я признаю, что я несовершенен, я грешник». Я обращаюсь к кому-то лично прямо сейчас. Вы не познали Иисуса Христа и не уверены в своем спасении. Вы не знаете Бога, но единственный путь к Богу, дорогой мой друг, состоит не через Твои добрые деяния, но через то, что совершил Иисус. Мы все согрешили и лишены славы Божией. Но благодаря тому, что Иисус совершил на кресте, мы можем прийти к Богу. Бог поможет вам уверовать в то, что совершил Его Сын, и вы примете Его жертву. Никакие религии в мире не имеют ответа на проблему греха. У них просто нет ответа. Можно пытаться делать добро и заниматься самосовершенствованием, становиться лучше, обогать бедным и нуждающимся, делать что-то еще, чтобы заслужить Божие расположение, но Иисус такой чудесный. Все, что Он требует, это чтобы вы уверовали в то, что Он совершил. Он взял на Себя всю ответственность за ваше спасение и пришел на землю как человек. Он жил совершенной жизнью и умер совершенной смертью, стал жертвой. Теперь не нужно больше приносить какие-то жертвы животных. Он все совершил. Вот это и есть Евангелие. Это добрая весть. Он оплатил ваш долг. Все, что вам нужно, это принять дар спасения в Его имени. Я скажу на это. Аминь. Послушайте, вне зависимости от того, что вы натворили в своем прошлом, где бы вы ни были, и что бы ни говорили вам люди, какой бы религии вы не принадлежали, если сегодня вы поймете, что Бог любит вас, что у Него есть план для вашей жизни, что благодаря тому, что сделал для вас Иисус, а Он умер за ваши грехи, Он заплатил за ваши грехи, и воскрес в третий день, вы можете принять дар спасения и вечной жизни. Опять же, первое послание Коринфянам, вторая глава, с первого стиха, Павел говорит нам очень важные слова. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Апостол Павел знал много. Он хорошо разбирался в Писании, он был обучен у самых лучших учителей, он был знатным фарисеем. Но он говорит, что когда пришел в церковь в Коринфе, то рассудил быть у них как не знающий ничего. Кроме Иисуса Христа распятого, крест Христов был приоритетной темой его проповедей. И мы, проповедники, должны вернуться к проповеди о крови Христа, потому что в этом сила, в этом помазание, вы хотите видеть движение, помазание, исцеление больных? Хотите ли вы видеть чудеса и явления Божьей славы? Если да, тогда проповедуйте о кресте и о крови Иисуса. Проповедуйте о воскресении, проповедуйте Евангелие, добрую весть. Вы увидите, как изменяются жизни людей, изменяются тела, и люди освобождаются от бесов, потому что для нас спасаем. Это сила Божия. Проповедь о кресте — это сила Божия. Сейчас мы пойдем на перерыв. Приготовьтесь принимать. Аллилуйя. Слава Господу, потому что вы увидите чудеса. И все чудеса, и все исцеления, которые происходят в нашем служении, все освобождения и спасения людей, все это происходит благодаря кресту Иисуса Христа. Для нас должно стать первостепенным, чтобы люди услышали о крови Иисуса, о силе Его крови, о силе воскресения Иисуса, о кресте Христовом. Вот это должно быть первостепенным. Все остальное второстепенно. Если люди не знают о кресте, не знают о крови, не знают о прощении грехов, все остальное — ничто, потому что спастись можно только через жертву Христа, через веру в то, что Он совершил для нас. Давайте посмотрим видеосюжеты о чудесах, в которых люди рассказывают о Боге. И когда я вернусь к вам, я хочу помолиться о вас. Выйдите из зоны комфорта, увидьте Иисуса в действии и будьте частью этого. Присоединяйтесь к нам в миссии чудес в Бразилии 2017 с Хермесом Фальком-ладшим и Чарли Шэмпом с 1 по 9 июня. Вы увидите чудеса, спасение, сострадание бедным, а также служение детям. Давайте делать историю вместе. Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайтах, адреса которых вы видите на ваших экранах. destinyencounters.com Это я, Хермес Фалько, мы находимся в городе Кэмпо, это Лилиан. Лилиан Прада. Мы имели очень мощное служение, сошла слава Божия, и люди были крещены Духом Святым, как в день Пятидесятницы. Были чудеса и знамения, люди получали исцеление, было много славы Божьей. У нее произошло чудо, я хочу, чтобы Лилиан кратко рассказала вам, что же произошло. Я ехала в машине. Это случилось 19 марта 2014 года. Я попала в аварию, и в результате у меня на шее образовалось 4 грыжи, и у меня были боли и в верхней, и в нижней части тела. Слава Божья сошла на меня. Когда Гермес попросил больных положить руку на больное место и верить, что Бог коснется этого места, я так и сделала. И вы знаете, вы знаете, я почувствовала силу Божью. Словно ветер, да? Да, ветер падал на мое тело. Вы сидели? Нет, я стояла и молилась, и потом я почувствовала Божье присутствие на всем моем теле. Это было удивительно. Это было потрясающе. Слава Господу. И когда вы спросили, был ли кто-нибудь исцелен, я все еще чувствовала это присутствие. Но я не знала наверняка, поэтому не хотела ничего говорить. Да. Но, дождавшись конца служения, я смогла убедиться, что Бог произвел свою работу в моем теле. Слава Богу, это удивительно. Это помазание. И затем вы уже не чувствовали никакой боли. Да, боль исчезла. Вы свободно поворачиваете шею, ведь так? Да, да, точно. Мы воздаем Иисусу всю славу и хвалу. Аминь. Я хочу высвободить Слово Божие на вашу жизнь. Если вам нужно Божие прикосновения, я прямо сейчас во имя Иисуса. Провозглашаю ту же славу, тот же ветер с небес, что коснулся Лиллиан, чтобы он коснулся и вас. Прямо сейчас, как день Пятидесятницы, это то, что она ощутила сегодня. Несущийся сильный ветер с неба, он сошел и исцелил ее тело. Да благословит вас Бог. Наклонитесь глубже. А раньше вы могли это делать? Она не могла сгибаться вообще. Вы слышите? А какая у вас была проблема, скажите? Диски спины были смещены целых пять лет. Вы слышали это? А вы обращались к врачам? Да. И что они говорили? Послушайте внимательно. Врачи сказали, что они не могут ей ничем помочь. Вы пришли сюда с сильной болью? Насколько сильной боль была по шкале от 1 до 10? Вы слышали? Она сказала, что боль была на отметке 9 по шкале от 1 до 10. Наклонитесь-ка еще раз. У нее было смещение позвоночных дисков. Вы можете подняться. Боли нет? Только взгляните. Давайте воздадим Иисусу славу. Произошло настоящее чудо. У нее было смещение дисков. И врачи сказали, что не могут ей ничем помочь. Абсолютно ничем. Как вас зовут? Сана. И вот Сана пришла сюда с верой в Бога. Переведите это. Скажите. Еще раз согнитесь. Воздайте славу Иисусу. Слава Богу. Вы счастливы? Очень счастлива. Кто вас исцелил? Иисус. Что произошло? Вы обратились в больницу. Ведь так? Я пошла в больницу. Я была скорчена и тогда не понимала, что не могу выровнять спину. Это продолжалось много лет. Долгие годы. У меня были сильные спазмы в спине. Было очень больно. Вы испытывали сильную боль? Очень сильную. Поэтому вы даже не могли поднять все руки. Вы бы испытали пронзительную боль. А вот сейчас? А сейчас я могу. Вы видите, что произошло? Она не могла этого делать три года, потому что повредила спину во время дорожной аварии. А сейчас вы уже приняли исцеление. О, да, я приняла исцеление. Аллилуйя. Аминь. Слава Господу. У нее были три большие опухоли. Где именно? С правой стороны три опухоли. Это моя заловка, говорит она, но она врач. Прикоснись к ней. Итак, три больших опухоли. Три маленькие и одна большая. Три маленькие и одна большая. послушайте, она не смогла уже нащупать никаких опухолей в своем теле. Конечно, нужно, чтобы врач сделал снимок, но на ощупь опухолей нет. Воздайте Господу славу. Вся слава только Иисусу. Вас дайте славу Иисусу. Вы счастливы? Ты счастливы? С счастливы. Пища велик К «Подведите её поближе! Скажите, как вас зовут? Надя, какая у вас была проблема, скажите? Она немного пьяна. Да, она пьяна в духе. Да-да. Ну, хорошо, а какая у вас была проблема? Она не могла слышать. Её уши были полностью закрыты. Да, это так. Сколько это продолжалось вообще по времени?» «Это длилось два года». «Она не могла слышать два года. Она пришла на служение с этой же проблемой, да? Спросите её, она пришла с этой проблемой на наше служение». «Просто да или нет?» «Да, я знаю. Бог велик». «Дух Божий коснулся её». «Что произошло с вашими ушами?» «Бог открыл её уши». «Бог открыл мои уши». «Слава Богу! Это огонь! Огонь!» Мы снова в студии, и я надеюсь, что то, что вы видели, укрепило вашу веру. Мы были в Бразилии. И уже много людей записались в нашу миссионерскую поездку в Бразилии. Это люди из Англии, Дубаи, Южная Африка, Финляндия, ну и, конечно же, Соединённые Штаты Америки. С нами в Бразилию едет международная команда, и мы хотим являть любовь и силу Иисуса Христа. Мы хотим достигнуть многих людей, хотим послужить бедным людям, принести им послание Креста, помочь самому нуждающимся. Мы также будем раздавать одежду, игрушки, продуктовые наборы нуждающимся людям. Мы благодарим всех наших партнёров и всех, кто поддерживает нас в наших поездках в эти страны, чтобы проповедовать Евангелие Христа. Сейчас я хочу коротко прочитать вам из первого послания Иоанна 2 главы 2 стиха. Это подытоживает то, что я говорил о кресте Иисуса Христа. Иисус Христос взял на Себя грех всего мира. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Он понёс ваши грехи, чтобы вы могли принять Его присутствие. Он забрал ваши грехи, чтобы вы могли пребывать в Его славе. И может быть, сейчас вы не уверены. Я обращаюсь к двум группам людей. Первая группа — это те, кто ещё не посвятил свою жизнь Господу Иисусу. Я обращаюсь сейчас к вам. Вы не познали Его. Вы знаете исторического Иисуса, но вы не пережили встречу с самим живым Христом, самой личностью Иисуса Христа. Бог желает, чтобы вы пережили эту встречу сегодня. Вы можете принять его. Библия говорит, что всякий, призывающий имя Господня, спасётся. Это означает, что вам нужно признать, что вы грешник, покаяться в ваших грехах и принять Иисуса Христа, вашу жизнь, как Господа и Спасителя. Он войдёт в вашу жизнь и будет Господом в вашей жизни. Он простит вам ваши грехи и дарует вам жизнь вечную. Это означает, что вам будет гарантирована вечность благодаря тому, что Он совершил для вас и потому, что вы уверовали. Ну и вторая группа людей — это те, кто был в церкви и, может, даже посещал церковь годами. Вы бывали на христианских служениях и на христианских концертах, но вы не уверены, что имеете спасение. Вы встречали немного христиан, но вы не уверены, что ваши грехи прощены. Вы никогда публично не исповедовали веру во Христа. Вы не родились свыше. Я обращаюсь сейчас к вам. Я не хочу вас смутить, но я хочу, чтобы каждый из вас имел личную встречу с живым Иисусом. И благодаря тому, что Он совершил на кресте, вы можете сейчас прийти к Нему и сказать, «Господь, войди в моё сердце, прости мои грехи». Если я говорю о вас, то я прошу вас произнести эту молитву вместе со мной. Если вы помолились этой молитвой, то напишите нам на наш электронный адрес. Мы хотим познакомиться с вами и помолиться за вас и благословить вас. Поэтому молитесь сейчас вместе со мной. Скажите, «Отец, я прихожу к Тебе». Спасибо Тебе, что Ты послал Иисуса умереть на кресте за мои грехи. Спасибо за кровь Иисуса, пролитую за меня. Сегодня я каюсь в своих грехах и принимаю дар вечной жизни через Иисуса Христа. Иисус, приди и будь Господом моей жизни, будь моим спасителем. Прими меня прямо сейчас и исполни меня Духом Святым. Во имя Иисуса Христа я молюсь об этом и благодарю Тебя за вечную жизнь. Аминь. Если вы молились этой молитвой от всего сердца, то уверяю вас, что вы приняли дар спасения через веру. Это так просто. Это связь вашего сердца с Господом. Это не религиозный ритуал. Но Дух Божий соединяется с вашим Духом в вашем сердце. И так я хочу благословить вас сегодня. И также те из вас, кто смотрит эту программу, спасибо за ваше внимание, за вашу поддержку. Заходите на наш сайт и записывайтесь в поездку, а также вы можете поддержать нас в распространении Евангелия в разных народах. Мы вас благословляем и благодарим, что снова были с нами. Помните, мы любим вас. До встречи в следующей программе и благословений. Выйдите из зоны комфорта, увидьте Иисуса в действии и будьте частью этого. Присоединяйтесь к нам в миссии чудес в Бразилии 2017 с Хермесом Фальком-младшим и Чарли Шэмпом. С 1 по 9 июня. Вы увидите чудеса спасения, сострадание бедным, а также служение детям. Давайте делать историю вместе. Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайтах, адреса которых вы видите на ваших экранах. www.destinyencounters.com Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим Распространение Евангелия в народах Исцеление Спасение Чудеса Свобода Увидьте Иисуса в действии Служение Расцвет пробуждения С Хермесом Фалька-младшим Хермесом Фалька-младшим Продолжение следует...